Несмотря на трудные времена, жители села Фонтанка стараются соблюдать элементарные обычаи, помнить и заботиться о ветеранах. Поддержку в столь благородном деле местным жителям всегда любезно оказывают сотрудники компании «Ривьера Девелопмент». Не стал исключением и 90-летний юбилей фронтовика Зия Ахметовича Зигангирова. «Днём рождения вас! Спасибо! Вам спасибо, что не забываете!» Зия Ахметович, как и многие в то время, начал свой фронтовой путь добровольцем. С 43-го года служил младшим лейтенантом в инженерно-сапёрных войсках Первого Украинского фронта. Однако самым тяжёлым временем своей биографии считает 44-й год, когда освобождал Западную Украину, за что и был награждён орденом Александра Невского. Как награда нам за один удачный бой, очень удачный, где немецких танков шесть танков. За свой ратный подвиг Зия Ахметович, наряду с офицерским составом, был удостоен такой высокой награды, как орден Александра Невского. Это не просто редкость. Таких, как он, в Одесской области попросту больше нет. Гордятся своим дедом не только внуки и правнуки, но и многочисленные родственники, которые живут в разных уголках бывшего Союза. Все готовы помочь, все предлагают, у вас война идёт, переезжайте к нам. Кто зовёт в Алмату, кто в Калининград, я говорю, нет. Здесь я Украину освобождал и тут в Украине буду, значит. Мы долго общались, потом рассматривали награды. У каждой медали своя история. Когда-то у ветерана их было больше 30-ти. Некоторые подарены внукам и правнукам, а часть, как реликвия, остались в семейном архиве. Медаль за победу тоже кому-то отдал. Я никогда не планировал уже, что до 90 лет буду жить. На такой весёлой ноте наша встреча подошла к концу. И как бы нам не хотелось прерывать задушевные рассказы ветерана, но впереди у нас ещё одно благородное дело. Спасибо. Всего доброго. Следующий наш адрес – гостеприимный дом 95-летней Нины Францевны Тимрук – белорусской партизанки. Как это ни странно звучит, но, к сожалению, за партизанское дело звание ветерана она так и не получила. Хотя к долгожданной победе шла наравне со всем славянским народом. Носила еду сельским жителям через непроходимые белорусские болота, снабжала провизией партизанские отряды. Кормить же людей надо было. Одному, у одной село кому столько картошки, у другой село там сколько молока собрать, там сметаны. Ну, ещё надо людей кормить. Мы своих людей кормили и сами носили ножью партизанам. На одном из таких заданий на нашу героиню немцы пустили собаку. Как справиться с таким противником партизанка знала. Однако шрамы от зубов овчарки на всю жизнь остались на руках женщины. У этой рукой локоть лежал на самых зубах на его. У роток достанешь, для горла язык. Вот я того кость лежит на зубах у собаки. И он тогда меня, как я отпустила, он прокусил, водя разорвал. Во зуб. Во зуб. Во, видите, тут вот теперь уже поморщилась рука. А во, как тут он зубом внизу прохватил. Зубом внизу прохватил. И вот тут вот два зуба. От кровопотери Нина Францевна оказалась в госпитале. Там же встретилась со своим мужем, который служил в лётных войсках. До Великой Победы советский лётчик не дожил всего пять дней. Дважды успешно спасался парашютом, но, к сожалению, третий раз стал роковым. От мужа у Нины Францевны остался сын, о появлении которого отважный лётчик даже не успел узнать. Конечно, в советской истории немало таких трагических моментов. И это далеко не единственный. Но удивляет другое. Как эти милые старики не утратили свой оптимизм и с долей юмора идут по жизни. Вот так, непринуждённо разменяв десятый десяток. Так будьте же здоровы, дорогие наши фронтовики и партизаны. Наши ветераны.